всем привет меня зовут гущен кирилл разработчик нордстрима и сегодня я приехал специально на свою любимую стримовую речку для того чтобы рассказать вам о нашей новой серии провокатор x что такое провокатор x я вернулся к старой концепции то есть провокаторы это не длинные не мощные спиннинги рассчитаны для ловли довольно крупной рыбы и эти спиннинги вся серия рассчитана для ловли на течение в первую очередь абсолютно не значит что тем же провокатором вот например самый легкий у меня в т.д.х. поговорим попозже ну вот этим провокатором как это нельзя ловить ту же продовую форель можно но особенности строя и жесткости они в первую очередь рассчитаны именно на течение на то что приманка у нас на струе приманку у нас у струи ну и как бы приманка должна быть объемным плюс ко всему ловля на течение попадает под собой также и личинг не крупных лоблеров там условно говоря там 35 38 50 в некоторых случаях до 60 даже если течение очень сильно можно и продернуть самую мощную моделью 70 но это уже как бы из области извращения стримовая ловля не подразумевает под себя такой под собой такой размер и так что такое провокатор провокатор x это палка сделаны по концепции double x construction о чем я уже рассказывал много раз если вкратце то здесь два икса 1 x это скрим который не является стеклом у которого стекла нет вообще никакого это графитовое икса образное переплетение которое идет в основе бланка для того чтобы придать ему прочность далее кроме этого есть две намотки под 45 градусов в две стороны ну 45 так 45 так которые позволяют делать спиннинги достаточно мощными которые не дают возможности спиннингом быстро ломаться на отрицательных углах которые продают чувствительность и защита от полученные в принципе об этом я говорил до этого много и часто вот она эта концепция здесь в провокаторе иксе она примут на мой взгляд самое самое нужно то есть это ловля иногда за критическими углами это ловля вытирание из травы крупной рыбы но сегодня же было вот на самом деле едут немножко размялся и поэтому вот эта концепция здесь наиболее отвечает потребностям в стримовой ловле общий ттх а карбон тары припроекторы 840 джей 40 джей мало потому что спиннинги не должны быть жесткими они не должны сливать рыбу они должны держать и не только головля но и например там тоже горные фары под это это прям рассчитано очень хорошо катушка-держатель естественно fuji я не стал делать красиво вот я сделал функционально то есть есть варианты там что-то там делаешь какую-то вычурную форму чтобы привлекать внимание как бы рыболова на полке магазина вот полки магазина пусть они останутся полками мы все-таки делаем для рыбалки для внешнего вида поэтому получается так вот вот я считаю что вот эта ручка максимально функционально максимально удобно есть некоторые минус она слегка тяжеловато по соотношению там по отношению например к с ксс то есть к разнесенке скелетону но 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 в данном случае палки достаточно мощный баланс у них идеальный и поэтому сделать чуть потяжелее я думаю пережить там плюс 10 грамм и веса может каждый дальше кольца кольца fuji ставить я не стал чтобы не очень сильно поднимать цену здесь ставить сигайд сигайд рс в титане естественно максимальное облегчение бланка для чувствительности для уменьшения паразитных колебаний то есть все для комфорта именно заброса для комфорта ловли катушки баланс у меня сейчас стоит сертейт две пятисотый новый последний который нет предпоследний уже вот вам баланс сейчас уберу приманку будет понятно вот так вот он балансируется с две пятисотом сертейтом это самая легкая модель в данном случае видно теперь конкретно по модели модельный ряд состоит из трех моделей первая модель самая легкая это у нас 632 xl с тестом 044 сразу хочу сказать про теста ребят палки стримовой поэтому тест здесь понятие достаточно относительно я делал вот ставил те тесты из расчета особенно по верхам из расчета работы на течение если вы ловите настоящего воде поставить сюда 5 грамм и спокойно провести приманку вы сможете тоже касается всех остальных моделей то есть фактически они могут быть в некоторых условиях чуть более мощные чем тест который прописан на них я думаю что чуть пошире тест как бы никого не расстроить сильно и так 632 xl 044 палка достаточно с одной стороны работающие с легкими весами вполне себе хорошо с другой стороны достаточно мощный чтобы взять приличную рыбу то есть я вот здесь вот балуюсь там до кила головы лист травы но вот тут на нее кайфа больше для чего я разрабатывал эту модель это в основном ловля на легкие веса маленькие колебалочки это возможность ловли на резинку вот эти маленькие всякие жучки паучки вот при этом при этом достаточная жесткость вершинка для того чтобы работать в твиче вот там с 38 до 50 горами в общем то это универсал именно под очень небольшую речку следующая модель это провокатор x652 и с тестом 065 как по мне это самая универсальная модель она подходит практически подо все условия с одной стороны ты можешь работать действительно там легкими весами но уже не такой акцент как вот например здесь сделаны на самой низа при этом 5 грамм верха позволяют даже сорок первый чабик совершенно нормально провести на струе и даже 41 сср то же самое если мы говорим о других приманках там 38 чабик проводится элементарно кстати вот здесь 38 чабик для нее это вверх именно полу при ловле на течение на 7 у модели 652 основное назначение это вот самые такие популярные самые известные там стримовые воблеры для ловли головля и твичинговые воблеры для лоли фар или там например сорок седьмой триккорол там рушины что у нас там еще есть смиты определенные там небольшие всякие пенсалы маленькие пенсалы которым которым надо дать правильную елочку для того чтобы как бы ну там не сильно елочка положить в голове получается но все равно как бы там определенное движение делать лучше чем не делать поэтому 652 я бы рекомендовал именно в качестве универсала заброс там уже уверенно подальше именно делается дальний запрос легче скажем так да и сама по себе она чуть дальше и последняя модель это 662 это модель с тестом 067 вот это уже рассчитано на более серьезные условия то есть очень часто я например ловлю не на таких маленьких речках а на большой воде там что-нибудь типа верховья дона сосна там и прочее прочее вот но днем но днем иногда надо ловить на очень легкие приманки для травы летом и вот так раз вот такими небольшими не тяжелыми спиннингами это ловли наиболее эффективно то есть хорошая чувствительность хорошая отработка не крупных приманок тому вот клебалки там там три грамма два четыре грамма чабики еще чего-то включая там достаточно крупный тяжелый мир спайдерах маку спайдер ловил 067 совершенно спокойно и вот для большой воды это именно на мой взгляд оптимальная модель когда нам не нужно кидать далеко и тяжело а нам нужен точечно работать небольшая длина 6 6 позволяет сделать точный заброс с другой стороны 6 и 6 хватает чтобы там тот же сорок первый чабик у меня влетал метров на 40 в принципе для вот такой вот точной ловли это более чем достаточно поэтому сама концепция и не подразумевает под собой более длинных моделей более длинные модели будут в канда x light об этом мы говорим поговорим потом когда мы будем делать именно презентацию более длинных лайков модели для большой воды для ловли на крупных реках там того же головля для ловли легким джигом но это все потом а пока провокаторы пока легкая рыбалка вот этот кайф уже даже не от просто там метание куда-то именно охота за головлем когда ты видишь понимаешь точку правильно наводишь на нее приманку ну и в коричном счете иногда получаешь поклевку поэтому ловите отпускайте давали вообще как бы рыбу не сильно съедобно я бы сказал и надо тут мне в комментариях писать что я не умею готовить пробу ну и самое главное как бы получать удовольствие вот даже просто находиться вот здесь среди струек перекатиков травяных коз крупных головлей но это же кайф увидимся на воде всего доброго всем пока